Детский сад Детский сад в Таштыбском районе. Кроме того, дополнительно создано 47 рабочих мест. Так же, как нового детсада, в районе ждут и спортивный комплекс. Его строительство ведется в непростых экономических условиях. Тем не менее, пока все по графику. Это позволяет строить далеко идущие планы. Мы видим, что работы будут завершены в этом году в полном объеме. Подрядчик работает, настойчивая красноярская фирма. Расчеты происходят вовремя. И я уверен, что именно в следующем году, летом следующего года, здесь пройдет одна из спартакиат Республики Хакасии. В 2015 году у нас, вы сами знаете, что объявлен годом развития массов спорта, физической культуры. Мне кажется, мы еще примем определенное решение. И основные работы по нашему спортивному объекту должны быть завершены в 2015 году. В 2016 году только будет уже доработка всех отдельных коммуникаций, в том числе вопросов по энергетике. В завершении визита Владимир Штыгашев стал почетным гостем на важном событии в жизни учеников района. В Таштыг съехались выпускники всех школ. Сначала торжественная линейка прошла возле мемориала Великой Отечественной войны. Громко крикнули! Ура! Самое главное, что вы вступаете в новую совершенную жизнь. Продолжите учебу, начнете работать. По-разному сложится. Кто-то, может, начнет службу в армии. По-разному. Но я хотел бы вас сразу предупредить. Первые сто лет каждому из вас будет очень трудно. Потом все будет легче. Но на первые сто лет настраивайтесь на серьезный, тяжелый труд и все остальное. А во-первых, я хотел бы серьезное сговорить. Пожелать вам удачи в жизни, успехов. И действительно надо помнить свою родную школу, свой родной класс, своих педагогов, которые вас учили, мучились с вами, своих родителей. Самое главное. Это святое дело. Затем празднование переместились в Дом культуры. Здесь уже сами выпускники смогли отблагодарить своих учителей и родителей. Особое внимание самым успешным ученикам. Впрочем, этот день наверняка запомнится всем выпускникам. Первый документ об образовании, аттестат они получили из рук председателя Верховного Совета Хакассии Владимира Штыгашева. Доктор Штыгашев. На этой неделе в Верховном Совете прошло совещание с председателями городских и районных советов депутатов. С руководителями представительной власти на местах встретились глава парламента, начальник МЧС по Хакассии и представитель Росреестра и Республики. Темой разговора стала организация профилактических работ с населением по защите имущества. Жизнь, а точнее апрельская ЧС подтвердила необходимость поставить на учет все имущество граждан. У меня, коллеги, просьба провести работу в каждом районе, собрать председателя сельских советов, всех поселений, руководителей, служб, и налоговой службы, Росреестра представителей, ну местные ваши там органы, БТИ, там другие организации. Всех надо пригласить и провести работу. И с таким расчетом, что в течение трех-четырех месяцев до первого ноября, на момент принятия бюджета, а мы примем бюджетный аналог, ну первого декабря в Хакассии окончательно, нам надо полностью иметь данные, сколько у нас поставлено дополнительно, сколько еще ничего стоит или не стоит, и провести эту работу. Также Владимир Штыгашев особо подчеркнул, что по каждому населенному пункту в Хакассии в целях предотвращения повторения ситуации 12 апреля следует завести паспорт пожарной безопасности. А глава МЧС напомнил и о средствах первичного пожаротушения резервных источников воды. Субтитры создавал DimaTorzok